Всем привет! Последние новости про футбол, уже не терпится их вам рассказать, но прежде нажмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы быть всегда в курсе новых выпусков на спортивном. Поехали! Иногда лидеры тоже уступают. ПСЖ в 22 туре Лиги 1 в меньшинстве на выезде уступила Леону 2-1, который идет в таблице вторым. Алвес в этой игре был удален, а в середине первого тайма Киллиан Баппе после того, как столкнулся с вратарем хозяев, был вынужден только с посторонней помощью покинуть поле. Вместо него вышел Дракслер. Как сообщили в ПСЖ, с форвардом уже все в полном порядке. Баппе и сам уже успел написать и подтвердить это же в соцсети. ПСЖ уступает в чемпионате уже второй раз, но тем не менее, опережает Леон на 8 очков. Марио Балателли, который хочет уйти из Ниццы, может продолжить карьеру на родине, в Ювентусе. У Марио вскоре заканчивается контракт, и он присматривает к лету себе новый клуб и может даже бесплатно перейти к Зебрам. Но есть один нюанс. Как он будет там играть вместе с Игуаином, Дебалой, Маджукичем? Пробьется ли в стартовый состав? Сейчас на его счету 18 мячей за Ниццу в этом сезоне. А вот в серии А прошел ключевой матч 21 тура, в котором Рома в конце игры пропустил от Интера и сыграла в ничью. Главный тренер Ромы Дефранческо сказал, что играли-то они хорошо, но у команды не хватает хороших футболистов и сделанные замены не усиливают игру. Мы прижались к воротам, а точнее Интер прижал, и в итоге Рома пропустила в конце и не удержала 3 очка, которые были у Римлян уже в кармане. В серии А на первом месте в таблице Наполи, второй Ювентус, далее идет Лацио и Интер. А вот в премере Гранды Барса и Реал даже не заметили, с кем играли. Синий гранатовый растоптали Петис 5-0, забив все свои 5 мячей за 30 минут до конца игры. В 60-й минуте счет был 0-0, и я тут уже подумал, сенсация, но нет, дважды забил Суарес и дважды Месси. Вот что сказал Луис после этой игры. Все, кто пришел на стадион в этот вечер, наслаждались игрой лучшего игрока в истории футбола. Как вы догадались, Луис это не про себя, а про своего одноклубника Лео Месси. Сам же Суарес установил интересный рекорд. Он первый за всю историю клуба, кому удалось забить 100 голов в премере за столь короткое время, а именно 114 игр. А вот второй тут Самюэль Этого, который забил свой 100-й гол в премере за 130 матчей. Но это еще не все про Суареса. Он стал вторым уругвайцем, преодолевшим отметку в 100 голов в Ла Лиге. Первым угадайте, кто был? Правильно, Диего Фарлан, который забил 128 голов за Атлетико. Ну и логичный вопрос, а сколько же матчей понадобилось Месси, чтобы забить свой 100-й мяч за Барсу? 154 игры. Главный тренер Эрнесто Вальверде поддержал Суарес относительно Месси. У нас еще 18 игр, и мы пока еще не думаем о чемпионстве. Месси, который забил Бетису дважды в свое время, и мне доставил много клопот. Но имеется ввиду, когда Вальверде тренировал другой клуб. Мы должны наслаждаться игрой Месси и радоваться, что живем в эпоху этого гения, продолжил тренер. Реал играл свой матч раньше Барсе на несколько часов и также растоптал Депортиво 7-1. По дублю в игре сделали Бейл, Начо и Криштиану Роналду, у которого теперь 6 голов в чемпионате. В одном из моментов футболист Депортиво заехал Роналду Буцей по лицу. Роналду попросил смартфон, чтобы посмотреть, все ли в порядке с лицом. Ведь под рукой не оказалось зеркала, но с лицом было не все в порядке. Получить Буцей по лицу это очень больно. И именно этот эпизод со смартфоном уже высмеяли в интернете и не только в интернете. Также Роналду успел пообщаться с одним из мальчишек, с которыми выходят на поле за руку перед игрой. Ты для меня самый лучший футболист, сказал мальчик. А точнее выкрикнул. Сам же Роналду в шутку добавил, а Месси плохой. А вот Роберт Ливандовский забил в последнем туре Бундеслиги дважды ворота Вердера. Его клуб выиграл 4-2, также дубль в игре у Мюллера. У Ливандовски уже 17 голов в 19 турах чемпионата. Игрок забивает в среднем почти в каждой игре. И точно в каждом домашнем матче этого сезона, радуя болельщиков Баварии. Рекомендую ролик, они выиграют чемпионат мира. Ставьте лайки, подписывайтесь, если канал вам кажется интересным и полезным. Услышимся в следующий раз.